Да, мы думали, что в том же Харькове нас будут встречать с цветами. Просчитались? Просчитались. С какой целью наш главнокомандующий просто затягивает операцию СВО? Ведь он увеличивает наши человеческие потери, ресурсы и так далее. Это при том, что наш президент на всю страну говорил, что мы еще не начинали. И правда, не один раз. А давайте президент сегодня все закончит? Отведет войска? Нет, это не ответ. Я просто не хочу, чтобы наши солдаты проливали лишнюю кровь. А мы что, Стимашевым, горадуемся этому, что ли? И я не хочу. Ну, вы же понимаете, он увеличивает эту самую операцию. Дорогой, давай мы это бьем от гражданской демагогии. То, что вы сказали, с этим я согласна. Но вот эта фраза, что мы еще не начинали, подразумевает о том, что мы можем быстрее и более мощными... Фраза о том, что мы еще не начинали, означает, что мы не хотим готовиться к большим потерям. Потому что потери, хочешь не хочешь, мы несем. Если мы перейдем в наступление, то мы понесем несравнимо большие потери, чем сейчас. Давай, Герасимов, давай, давай, бросай. Мясной штурм, давай. Тетенька из Питера требует... Да нет, ну не мясной, ну не так. Не мясной. Ну нет, не мясной. Так, соевый. Ну как, я не знаю, всеми военными средствами... Вот если не знаете, тогда не надо говорить, что Путин затягивает. Что значит всеми военными средствами? Мы и так используем там, на линии боевого соприкосновения, все средства и силы, которыми на сегодняшний день располагает Россия в строю. Скажите, пожалуйста, украинская армия представляет для нас серьезного противника или нет? Что? Ну, говорите, да? Да, да. Наш верховный главнокомандующий, Владимир Владимирович Путин, не планировал военную операцию, ну в том виде, в котором вот сейчас она происходит. В Харьков ходили наши войска, в смысле погиб псковский спецназ, Царев тогда писал, что появится новое правительство в Харькове, в Киеве произойдет военный переворот. Пан Медведчук убедил Владимира Владимировича в том, что его фракция в Раде низложит Зеленского, и власти придет в правительство вменяемых людей. Да, мы думали, что в том же Харькове нас будут встречать с цветами, шароварники, песни петь и так далее, а нас встретили пулями. Просчитались? Просчитались. И войска наши спецназы в Харькове не поддержали, не было координации. Продолжение следует... Продолжение следует...